47 семей со всего Алмазного края представили свои проекты на конкурсе «Наша творческая семья». Главные участники – дети, воспитанники детских садов дошкольной образовательной организации «Алмазик». С работами конкурсантов ознакомилась наша коллега Августа Степанова. Вот такой простой урок на серьёзную тему, понятный даже двухлетнему ребёнку. Ещё бы, ведь главный аниматор – сам ребёнок. Первый в истории города мультфильм из лего-человечков – совместное творчество семьи из Дахаровых. Наша жизнь связана всё равно с добычей алмазов, и мы живём в алмазной провинции, в алмазном крае, в городе Мирном, и хотели показать в виде семейной сказки, как проходит добыча алмазов в промышленном городе. Увлекательный рассказ о работе алмазодобытчиков рассчитан на зрителей от нуля с плюсом. 500 кадров, 1000 лего-деталей, два вечера кропотливой работы. Своей алмазной мечтой папа-шахтостроитель, мама-инженер и маленький Дуалан довольны. Вова, Вова, меня родина. Да, то есть наш сын, пользуясь случаем, передаёт слова благодарности своим друзьям Олежке, Вове. Также мы всей семьёй благодарим отдел главного механика МСШЗТ за предоставленную технику. Язык, который не требует перевода, но при этом доступен всем. Фотографированием семья Белых из Орлаха увлекается давно. Даже трёхлетняя Даяна не выпускает из рук любимый фотоаппарат. Этот кадр пополнит её личный архив. Детки очень рады фотографировать друг друга, фотографировать маму и папу. Ну то есть фотографирование всей семьи, оно, конечно, расплачает нас единое целое. Мастер-класс по технике декупаж показывает семья Князевых. Это ёлочная игрушка, одна из сотен работ шестилетней Александры. Нужно учиться долго, чтобы достигнуть идеального результата, рассказывает юная мастерица. Там сначала надо начинуть специальную рамочку, сделать на ткани образ карандашом. Потом надо специальную трубочку, здесь кругляшок, и так надавить, и так по линии надо бодить. В конкурсе проектов «Наша творческая семья» приняли участие 47 дошкольников. Возраст разный – от трёх и до семи лет. Три секции, 11 номинаций. Задумка организаторов превзошла все ожидания. Победа не важна, говорят участники. Конкурс дал шанс многим доказать, что семья вместе может свернуть горы. И подарил им самое главное. В первую очередь это нужно нам внутри семьи. Мы садимся вместе, мы о чём-то думаем. Мы показываем нашим детям пример, что не всегда родители работают в дом. У нас есть время ещё и на детей. И им приятно, мы им время уделяем. Им же этого не хватает всегда. На этом празднике победители номинации получили огромное количество подарков от организаторов. Творческие игровые наборы, книги и семейные игры. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!